В Омске в седьмой раз прошел открытый спортивный праздник фестиваль единоборств. В нашем регионе насчитывается более 20 различных видов боевых искусств, самые популярные из которых дзюдо, тэквондо, карате, бокс, рукопашный бой, ММА, кикбоксинг. Со всем разнообразием единоборств мальчишкам, девчонкам и их родителям предложили познакомиться именно в первых числах сентября, дабы успеть определиться со спортивной секцией в самом начале учебного года. Сегодня 25 тысяч первоклассников в этом году пошли 1 сентября в школы. Это тот резерв, который мы, как органы исполнительной власти, как органы муниципальной власти и наши учреждения готовы охватить своим вниманием. Мы проводим этот фестиваль для того, чтобы жители нашего региона увидели те возможности, которые представлены сегодня нашими единоборствами. Я уверен, что каждый пришедший сюда молодой человек или девочка со своими родителями найдут ту нишу, которая позволит заняться тем или иным видом спорта. Самые эффектные приемы, четкие и синхронные движения участники продемонстрировали на показательных выступлениях. Красивое шоу в омском велотреке представили зрителям юные, но уже опытные спортсмены. Ведь большинство секций принимают в свои ряды детей с 6-7 лет. Есть и такие, в которые зачисляют с 4 лет. Это дзюдо, карате, ушу. В бокс и ММА впервые приходят уже в более осознанном 10-летнем возрасте. Так или иначе, славная история омских спортсменов уже многие годы подстегивает как родителей, так и самих детей идти в единоборство. Субтитры делал DimaTorzok В рамках фестиваля также прошли официальные соревнования, областной чемпионат по ММА среди студентов, а также турниры по греко-римской борьбе и армейскому рукопашному бою. Почему стоит идти в единоборство? Интересно множество видов, каждому индивидуальный подход. Во-первых, любой вид спорта развивает силу, волю. Все качества нужны мужчине. На фестивале единоборств министр спорта вручил благодарственные письма тренерам и представителям федераций. Звание заслуженной мастер спорта получил президент областной федерации ММА Андрей Терентьев. Удостоверением мастера спорта России теперь гордится многократная чемпионка России и обладательница Кубка Европы по Тэквондо МФТ Евгения Горянина.